Музыка У них бывают разные проблемы. В первую очередь это проблемы семейные. Проблемы с тем, что они не могут адаптироваться в этой среде. Проходит этот тяжелый момент, когда им ничего не нравится, когда они начинают жаловаться, когда они начинают говорить, что они хотят служить, они думали, что служба это совсем другое. Но раз так как они пришли в армию, они должны терпеть все. Независимо это солдаты срочной службы, контрактной службы, офицеры, женщины военнослужащие. Моя основная задача помогать им именно по психологической линии. Музыка Если оставить солдата без контроля, либо без того момента, когда ему нужна помощь, солдат может совершить разные преступления. Он может вообще убежать, может совершить суицид. Если у него будет глобальная проблема, и он не будет видеть выход, такие люди, как военные психологи, они нужны в армии, чтобы помогать, чтобы понимать, чтобы вникать в их нужды, помогать им решать проблемы. Музыка Я уже работаю тут третий год уже пошел. Дай бог в июле будет третий год. Я не жалею. Я так как я выбрал эту профессию сам. Музыка 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 Они, так как молодые, они только учатся, и там бывает, что там подвернул или там растянул. Мне тут очень понравилось, я уже привыкла, да, за это время, за полгода. Были разные случаи, там, палевые выходы. В гражданской работе более много свободного времени. Да, у меня нет, например, времени на личную жизнь, только работа, работа и все. Так как у меня дома в семье много военных, они тоже мне дали как наставление, что ли, или поддержку стать военной по образованию. Я окончила Карабалтинский медицинский колледж. До этого я три года работала в отделении хирургии, в операционном блоке. И по своему желанию сюда перевелась. И сейчас я санинструктор горно-стрелкового батальона 2-й горно-стрелковой роты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова